Привет, друзья! Вы на канале Художка. И вы видите продолжение нашего пленера. Сегодня второе задание. Друзья, следующий этап работы на пленере. Мы сейчас будем плавно переходить от работы карандашом к работе красками. Но перед тем, как писать, перед тем, как начать заниматься живописью, нужно поработать с тоном, чтобы понять, что кроме пластики еще существует понятие тона. И когда уже вы будете писать, когда будете работать цветом, вам тоже нужно будет играть тоном. Поэтому что нам сейчас нужно сделать? Перед вами дерево. Опять дерево, но на сей раз оно такое крупное с толстым стволом. И ваша задача сейчас нарисовать кусочек, фрагмент этого дерева вот от земли до определенного момента. Я вам покажу до какого. Дерево. Сначала точно так же линейно вы его намечаете. Очень быстро. Главное это сделать в течение 15-30 секунд. Наметили контуры этого дерева. Потом внутри этого дерева вам нужно будет поштриховать. На самом деле слово поштриховать это не очень правильно. В данном случае мы будем не столько штриховать, сколько, если будет совсем уж правильно сказать, делать заливку этого дерева. То есть мы возьмем с вами карандаш, возьмем его плашмя, то есть не острием карандаша, а вот той плоской частью грифеля. И быстренько-быстренько пройдемся по этому дереву. Я вам покажу, где сделать светлее, где темнее. Таким образом у нас с вами получится вот такой вот минимальный уже объем. То есть мы сделаем это для того, чтобы потом, когда вы будете работать красками, вам было проще понять, где нажать, где сделать темнее, где светлее. Именно для того, чтобы дерево получилось объемным. Сейчас немного вот об этом дереве расскажу, как правильно его быстро зарисовать. Наша задача с вами нарисовать вот это дерево так, чтобы оно уместило в себе вот эту веточку. А все, что выше нее, уже не обязательно. То есть, конечно, не надо делать так, чтобы веточка уперлась в край листа. Но все-таки, чтобы то, что выше нее, уже мы на это внимание обращать не будем. Посмотрите, опять же, внимательно, как гуляет движение ствола. Крупные движения, средние, вот эти мелкие движения. Очень быстро, несколько секунд мы зарисовываем это дерево. В листе можно взять его как очень крупно, так и довольно мелко. Здесь это не играет особого значения. Наша задача поработать с тоном. Поэтому быстро зарисовываем это дерево, ищем его пластику, намечаем вот эту веточку торчащую, чтобы просто была какая-то деталь. Эта веточка нужна нам только для того, чтобы был какой-то маленький элементик. Опять же, для того, чтобы потом вы смотрели на эту работу и думали, как же замечательно, а не просто вот две линии и все. Вот смотрите, справа у него такой выступ есть посередине где-то, да, и тоже ветка сухая торчит. Вот ее тоже надо зарисовать, чтобы было движение какое-то. Деревья вообще имеют такую особенность к низу расширяться в основном. Чуть-чуть уже старайтесь кверху его брать. Линия пошла, и так раз, чуть-чуть поуже становится она, да. Вот здесь все чудесно, здесь уже можно дальше работать. Вот, молодец, хорошо, чудесно. Хорошо, пробуем. Надо понять, что в любом случае объем строится за счет тона, не за счет цвета. Поэтому мы пробуем первый раз сделать это карандашом, а не красками. Единственное, за счет чего получается объем, я имею в виду, конечно, цилиндрический объем, мы же деревья с вами рисуем, да. То есть, если говорить по простым русским языком, как сделать дерево цилиндрическим, ну, круглым, если бы говорили совсем уж дети. Делается это очень просто. Делается это за счет правильного распределения света и тени. В данном случае, если посмотреть на наше с вами дерево, то вот с этой стороны света больше, а вот с этой стороны больше тени. Так вот, смотрите, как происходит распределение света на предмете, цилиндрическом. Сначала идет свет, потом появляется так называемый полутон, это плавный переход от света к тени, потом появляется тень, и после этой тени появляется маленький кусочек так называемого рефлекса. Свет, полутон, тень, рефлекс. В каких пропорциях это распределяется? Любой цилиндрический предмет по распределению вот этого света и тени на самом деле является не столько цилиндром, сколько кубом. Дело в том, что у куба две плоскости, одна из которых всегда светлая, а другая темная, правильно? То же самое с цилиндром. На одну часть свет попадает, а на другую не попадает почти совсем или попадает мало. И вот у цилиндрического предмета есть так называемое ребро. Что такое ребро? Это вот как раз то место, как если бы вот на этом месте стояло не дерево, а такая кубическая такая форма, да, и вот куда этот угол пришелся бы, там это ребро и располагается. Оно почти всегда, если распределение света правильное, ну или классическое, как вот здесь в природе, приходится не в центр, да? То есть как показать объем? Смотрите, посмотрите на это дерево, поделите его пополам, отступите от этого центра. И вот там, где эта часть проходит, и будет то самое ребро, и это будет то самое темное место в дереве, понятно? Вот эту часть вы делаете очень светлую, дальше вы делаете чуть-чуть темнее, дальше, когда вы приходите вот в это место, о котором я сказал, вы прям сильно его так затемняете. Что такое рефлекс? В данном случае рефлекс это отраженный свет, то есть смотрите, свет проходит мимо предмета, бьется об землю или там об соседние деревья, если внутрь морде, то об стену, и возвращается, как бы отражаясь на предмет, понимаете? Ну, отражается. Есть светлая, средняя, темная часть, и в самом конце, после темной, опять немножко светлый. Светлая часть, средняя часть, очень темная часть, и чуть-чуть опять светлый. Теперь как это сделать карандашом? Вам нужно взять карандашик, желательно плашмя, то есть не штриховать вот так вот острием, да, вот так почти положить его. И вертикальными вот такими движениями быстро-быстро сначала пройти это одним тоном. Не темным, легеньким. Вот целиком взяли, прям и прошли его. Потом, там, где самая темная часть, вы ее сильно-сильно затемняете. Понятно? Потом вам нужно показать среднюю часть, то есть от темной плавно-плавно перейти к светлой. И, соответственно, просто списать одну часть с другой. У вас есть самая светлая часть, потому что вы все прошли одинаковым тоном. Вы сильно затемнили с другой части, и дальше просто плавно списываете темное со светлым. Потом возьмете стерку, и там, где я сказал, есть рефлекс, вот эта маленькая светлая часть, вертикально пройдете стерочкой и высветлите рефлекс. Все, получится объем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот сейчас нужно сделать одну вещь, чтобы все-таки показать, что кора дерева, она не гладкая, она фактурная. Нужно взять как раз на сей раз карандашик острием, то есть не плашмя, да? И вот через то место, где у вас проходит у дерева вот эта самая вертикальная тень, поштриховать диагонально. Вам нужно взять и карандашом через вот эту тень по диагонали в любую сторону, влево или вправо, не имеет значения. Очень близко друг к другу постараться ровненько, но довольно все-таки с таким сильным нажимом провести вот такие вот параллельные друг к другу коротенькие линии. Главное, чтобы они проходили через эту тень. Таким образом, немножечко еще раз нажмем на тень и покажем небольшую-небольшую такую фактуру дерева. Чем ниже, тем эти штришки должны быть темнее. Вот эта тень очень резко отличается от полутона, да? И плюс, немножко гладенькое такое все, нам хочется фактуру показать. Вот поэтому тот самый диагональный штрих вот через эту тень вот в таком направлении, причем не до самого верха, не нужно, вот достаточно вот эту часть. Вот так взяли диагонально, поштриховали. Лучше, знаете, не плашмя, а лучше вот прям острием карандашика, чтобы была фактура видна. Прямо, знаете, как раз, 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 вот такой. И крупнее немножечко, в два раза крупнее штрих. Вот, 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 вот так, и к низу. И чем ниже, тем больше он крупнее становится. Вот, отлично, все. Вот это место, да, вот это место, вот попробуй вот таким движением диагональным, просто более минированник, раз, 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 так вот, ага. Ну вот и все на сегодня, не забываем про комментарии, лайки, подписываемся на канал, и ставим колокольчик, увидимся обязательно в следующий раз, и будем уже работать красками.